Теперь ни одно нарушение не останется без внимания. В Самаре стартовала акция «Тайный пассажир». Любой желающий сможет проконтролировать работу водителей и кондукторов общественного транспорта. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных горожан. Неприметная одежда не выдает в ревизорах тайных пассажиров. Они будут фиксировать все нарушения на специальных бланках и выставлять оценки сотрудникам компании-перевозчика по нескольким критериям. Качество обслуживания, корректность взаимодействия с пассажирами, соблюдение правил перевозки и правил дорожного движения. Александр Медведев уже успел выйти на свой первый маршрут и поделился впечатлениями от поездки. К персоналу претензий нет. Вовремя объявляются остановки, обвечивается нормально. Я применил бесконтактную систему оплаты. Очень удобно. Стоит отметить, что представители транспортной компании, сотрудники профильного департамента работают над улучшением качества перевозок не только в салонах автобусов. Они также учитывают мнение пользователей глобальной сети. Мы, в общем-то, активно взаимодействуем с нашими пассажирами и с ними общаемся в социальных сетях. Оперативно реагируем и устраняем те замечания, которые нам присылают. Кондукторы такой акции только рады. Ведь тайные пассажиры следят не только за контролерами и водителями. Они пристально наблюдают за так называемыми зайцами, которые предпочитают не платить за проезд. Люди разные же тоже бывают, понимаете. Некоторые, как говорится, колынцы, может быть, да. Плюс выявляют, значит, нарушителей. Я так считаю. Напомним, что акция «Тайный пассажир» будет проходить в Самаре до конца августа. Чтобы стать ее участником, необходимо направить заявку в адрес компании-перевозчика по электронной почте. Организаторы обещают наградить всех неравнодушных граждан памятными подарками. Анатолий Головко, Константин Головин. События.